Привет! Тут у DTV Animation вышло видео с интересным названием, и я реально на него купилась, и поэтому хочу посмотреть вместе с тобой. Адский босс – самая ужасная серия. Как я предполагаю, он будет говорить про самую последнюю, но я не считаю её самой ужасной. Мне кажется, были серии похуже. Для меня лично это те серии, где пошлятины и похабщины слишком много, вот настолько много, что ты уже думаешь, ну типа, хватит, остановитесь, зачем вы это пихаете? Ну что, давайте смотреть. Самое забавное, что в самом начале у нас тут, ну, Лололошка, как бы, точнее, GDH, отрывок, видимо, из нового сезона, который я не начала смотреть, пока не планирую, но я просматриваю до сих пор последнюю реальность. Вот, реакция есть на канале, можешь зайти посмотреть. Всё, чекаем ролик. Наручи! Вообще, на самом деле, неожиданно тут видеть Лололошку. Расчехляй Наручи! Да блин, опять не то видео. Так вот. Ну что, мои любители демонии? Подождите, а у него же видео про разные, там, фандомы, мульты, сериалы. Может, он про Лололошку сделает что-то? От и адской анимации. Соскучились? Я, да. Ибо сегодня мы с вами будем лицезреть самую ужасную серию адского босса. Настолько ужасной. Ну вы поняли. Ужасную, потому что она вышла на Хэллоуин. Пугалки там всякие. Ааа, всё понятно! Сука, я как поедил. А я ведь повелась, и ты, может быть, тоже... Мы думали, что я буду ругать эпизод, который в кои-то веки раскрывает нам Милли. Да. Чего мы ждали, кажется, с первого сезона? Ещё и боёвка такая была. Показывает что-то новое. А не бесконечную Санта-Барбару. Блин, просто лайк. Просто со скином в виде демонов. И с отношажками всяких демоноидов. Согласитесь, что новый эпизод, ну правда, ощущается как что-то получше, чем последние несколько серий. Приятно видеть, что адский босс может не падать в грязь лицом. И правда радовать. Иногда даже пугать. И без пошлости всюду. И везде интриговать прошлым персонажей. Лол. Сколько... Как бы, если что, я не ханжа, я не против пошлостей. Это вполне можно вставлять, но если ты подразумеваешь своё произведение, как 18+, но не так, что на каждом шагу. Я понимаю, что аудитория это очень нравится, что аудитория яркая реакция, но не надо перебарщивать. Котам времени назад мы вообще задавались такими вопросами. Однако жаль, что так нас радуют именно праздничные эпизоды. Ведь новый спешл вышел на Хэллоуин. Даже не в часть ночи, как обычно Вивьен делает, прошу заметить. Иными словами, серия весьма интригующая. Какой-никакой серьёзный файт, да и мета-юмора подвезли, в котором Вивьен стебёт сама себя. Так что десятая серия второго сезона, вышедшая совсем на днях, и на фоне просто адски перепошленных серий, это смотрится как глоток свежего воздуха. Конечно, ранее вышедшие короткие эпизоды были не менее подходящими адскому боссу. Как с этим... Да, это было мощно, да. Как таковому. Но я рад, что Хэллоуинский... Самое жёсткое, что вы в комментах писали, что это я. Да, ну ни капли, я на эту девчонку не похожа, вот эту вот безумную фанатку. Но у меня ушки там, у неё ушки, хотя сейчас без ушек, но всё уже, и всё. Все искусства на этом заканчиваются. Мы хотим, чтобы Блиц перестал вести себя как сопля, и тратить наше время на плаки-плаки по королевской демонической сове. Ах да, ну и Луна, ну она фактически как всегда бесполезна, кроме как продавать мерчи и быть главным персонажем для фанарта. Типичный подросток. Как хорошо, что есть вещи, что не меняются в нашем бурном и неспокойном мире. Какая идиллия. В общем, садитесь, печенек набирайте. Сегодня эпизод адского босса со ссылками на Скуби-Ду, который лучше, чем последний официальный сериал по Скуби-Ду. Какой-то психовный Фредди Крюгер, налоговый ужас и прочие пугалки на Хэллоуин. Кстати, да и мне только сейчас дошло, что здесь, в этой серии, рассмотрели концепцию ужаса абсолютно со стороны разных людей. То есть ужас взрослого человека налоги. Вот как раз таки сейчас я и сакцентировала на этом вниманию, при том, что до этого не обратила его вообще абсолютно. Пускай самый жуткий месяц года закончился, на самом деле настоящий ужас все еще нарастает. И с каждым днем все сильнее гнетет миллионы людей по всему миру. Одно только слово. Экзамен. Ух. Короче говоря, что нам серия преподнесла и чем выделилась и все прочее. А пока я буду сходить с ума на протяжении ролика, заваляйте мне комментариями под 2000 штук, пожалуйста. Буду благодарен. А некоторые такие комментарии отсюда сьют. Все, еще жду видео про Лололошку. Вот, как раз таки, видимо, ролик уже скоро будет. Туба или с моего телеграм-канала, случайные, вовсе попадают в ролики. Так что пишите и не стесняйтесь активничать. Что ж, и давайте выделим, что там правда примечательного и интересного в данном эпизоде вообще. В какой-то мере, на фоне всех предыдущих эпизодов, с перемудренной Санта-Барбарой, с бесконечными выяснениями, как его любят и не любят, это правда начало меня подбешивать. Многих зрителей тоже. И тем более, порой странные моменты с их претензиями. Например, самого Блица к Столусу в виде его аристократического происхождения, как они относятся к демонам. И вообще, эта тема поднималась другим персонажам. И прочий бред. На тот момент я был сильно разочарован. Я задолбался ждать сюжета с этими самыми аристократами и вечно смотреть, как о них говорят, но не показывают. Это же... Но опять же, Вивьен видела то, что аудитории нравится, на что она ярко реагирует. А ведь и фанфиков много было, и фанартов. Поэтому она эту тему максимально развивала. Но настолько сильно ее доразвивала, что многим людям адский босс мог поднадоесть или они могли к нему потерять интерес. И может быть, тут она как раз таки поняла то, что... Эхэм, сворачиваемся, все, хватит. Это чистейшее нарушение закона кинематографа. Показывай, а не рассказывай. И ладно бы так было один раз, два раза. Но хоть сколько бы то ни было реальную важную сюжетную арку, мы ждем два сезона и десять серий. Не, разумеется, я не говорю, что мы буквально весь сериал чего-то ждем. Хотя иногда на это похоже. И мало-помалу нам показывают и создание оружия из английских копий, что сыграли свою роль в отеле Днища. Извините, я просто люблю отель Хасбен так называть. Уморожа. Нам иногда показывают грехов, что не может не радовать. Мамон так вообще ощущается именно тем чистокровным демоническим лордом, которых я так долго ждал в сериале про демонов. А отец Толуса Пайман... Вообще душка, не правда ли? Особенно его пофигистическое отношение к детям, как армии клонов. До хрена тысяч наготове и полмиллиона на подходе. Вопрос в том, а кто ему этих детей нарожал? Ну, в контексте вселенной Вивьен. Ладно, от лорд, может быть, узнаем этот вопрос в сторону. Короче говоря, как вы можете понять, адский босс во многом состоит из трех основных типажей серий. Первое. Это намеки на сюжетные арки, которые могут мелькать в любой серии, если только захотят авторы. Второе. Бесполезные и унылые плаки-плаки отношашки, которые могут быть иногда и милыми, и интересными. Так что... Но я бы не сказала, что они прям бесполезные. Нужно показывать такие моменты, указывая на то, что герои, они хоть и демоны, и такие прям сильные, и безбашенные, но в то же время уязвимые и чувствительные. Но с этим не стоит перебарщивать. Мы не исключаем, что они всегда бесполезны. Иногда эти отношения так вообще здоровы. Что удивительно, и есть всего одна, кажется, пара во всем аду, которая вроде смотрится нормально вместе. Ну ладно. Они такие классные, я их обожаю, милые мусы. Так количество всего этого так зашкаливает, что впору сунуть в жанр сериала не комедия с черным юмором, а пошлая романтика, где 99% шуток сведено к тому, кто кого-то пердолил и летче хвостит. Ну вы поняли. Знаете, за два сезона я уже перестал как бы ржать со всех этих приколов, что Блиц... Где призрак? Я его-то... Ну вы поняли. Как бы... И третий тип... На самом деле я его понимаю. Если поначалу я видела там... Фалоимитаторы, скажу, вот прям так, то у меня был какой-то шок, стеснение, смущение. Ну, чувствовала себя странно, да? Вот прям было очень-очень неловко. Сейчас же, если вот, извиняюсь, покажут пипиську в следующей серии адского босса, за блюренную, но все же я вообще не удивлюсь. Да, может быть смущусь? Но все равно. Это уже будто бы ожидаемо. В серии это то, из чего адский босс изначально и состоял вообще. Это ситкомовская комедия с черным юмором и с харизматичной компанией демонов в бизнесе по устранению людей в забавных комедийных ситуациях. Это то, из чего сериал вообще изначально и родился. Но его почему-то как осьминогом утащило на дно Санта-Барбары и прочих биопроблем персонажей. Мне кажется, это делается для того, чтобы в будущем растянуть сюжет. У Вивьен как-то спрашивали, будет ли она ограничивать количество серий, сезонов. Вот я не помню, по-моему, отеля Хасбин. И она сказала, что до тех пор, пока вы ждете, я буду делать, делать и делать, и неважно, сколько там будет сезонов. Возможно, она видит то, что адский босс на хайпе, ну, в целом, как и отель, и, соответственно, понимает то, что надо все это растягивать и добавляет вот такие вот филерные, так скажем, моменты. Однако, третий тип серии почти всегда самый хороший. Ведь для того, чтобы оно работало, здесь глобального сюжета-то и не надо, можно намек вбросить. Все настолько очевидно, что даже короткие серии по адскому боссу, которые не так давно начали выходить на канале Бивзипоп, тому прямое доказательство. Самый лучший из примеров, это то, как Блиц столкнулся с Виабушницей, с ярчайшей иронией и пародийной карикатурой для самых отбитых фанатиков каких-либо анимешек, сериала, фандомов, вы поняли, пародия, что за три секунды напишут фанфик на базилиард страниц и кокнут сами себя при подходящей возможности, если того попросит выдуманный персонаж. Тот короткий эпизод глупенький, забавный, но настолько рабочий для сериала про демонов в своей основе, что я давно так не ржал с него, как бы, а ведь адский босс изначально и был комедией. Так почему бы мне нельзя дать больше этого? И как бы я ржал с той серией, и вы помните, что за много эпизодов, Блиц за долгое время, своей мудаковатость и нытья за столосом, мне почти разонравился как персонаж. Но в подобных сериях, где он как раз-таки в роли адского босса, ведь про это и был сериал, попадает в какие-либо забавные ситуации и их решает как-нибудь, то это работает лучше всего. Когда вот, допустим, демон в виде Блица видит и охреневает вот с подобного фанатика и такой, ааа, ты из этих. Да, типа, знаете, когда в аду демон более разумный, благо разумный, нежели человек сверху, там, так скажем, на земле. Вот говорят же, то, что отпуст, все демоны давно уже поднялись, вроде какое-то такое выражение есть, и будто бы эта серия нас к чему-то такому и отсылает, то, что на земле человек вроде бы там невинный, да-да, при том, что она не видела всех ужасов, которые есть, ну, там вот внизу в аду, она уже такая развращенная-извращенная, что демон из ада поднимается, который вот там родился, и от нее охреневает. Вот это мне еще понравилось, я, кстати, совсем забыла подметить данный факт, когда смотрела саму серию. И десятая серия второго сезона фактически почти то же самое. В самом начале серии одновременно продолжает сюжетную линию драмы, но выворачивает это так, что персонажи, как и мы, устали от этого нытья. Все устали от нытья Блица, и, так сказать, все слова персонажей по поводу этого синергируют сомнением огромного количества зрителей. И, может быть, к зрителям как-то прислушались? Вивьен и команда увидели много таких комментариев? После, вся эта серия будет посвящена как раз таки именно обычному классическому заданию нашей компании АМП. Какую-то даму грохнули в неком отеле, отрубив голову. Отчего в аду у нее голова парит над телом. Обожаю эту деталь с дизайнами адского босса или отеля Хасбин, поэтому можно заранее предполагать по дизайну, как грешник попал в ад в этом сериале. Любим подобные дизайнерские решения. Ну а герои должны заняться всем этим. И Блиц, в частности, чтобы перестать тратить бюджет, ведь они почти остались без денег. Он поназаказывал фигурок сов, чтобы их сжигать. Боже. Луну еще такой прям изнуренный показали. Потому взбодрить Блица взялась Милли, пока Луна остается картонкой в виде персонажа, которая якобы что-то делает. Ну а Мокси... Забавно, что на протяжении серии авторы иногда успевают постепать свой же проект отель Хасбина. Когда, допустим, тот же Блиц говорит «Нахрен отели» и так далее. Да, да, да. Да и в принципе они выставляются в не самом выгодном свете. Вот подобный мета-юмор над самим собой в принципе прикольный. Хотя в современном мире этого мета-юмора стало как-то много, вы так не считаете? Обязательно дайте знать мне в комментариях. Я, конечно, злюсь, чтобы перестать хныкать Блицу потребовалось вылезти в мир людей, попасть в какой-то отель, которым заправляет некий ни разу не подозрительный чел, что оказывает и демонической рыбиной с гипнотическими и психологическими способностями а-ля Фредди Крюгер залезать кому-то в мозг. Скорее всего, это рыба из круга жадности, потому что там были эти рыбы. Обладает она какими-то долбанутыми способностями, которых я раньше не видел у подобных демонов, которых Нилли ранее разбрасывала и нарезала как селедку. Да-да-да-да-да, вот стало интересно, кто он вообще такой, что он такой сильный, еще и на земле как-то находится, как он попал на землю. Но тут же этот рыбень их пугает до чертиков и залезает в головы, давя на эмоциональные травмы, доводя Блица, но уже до конкретной истерики. И спустя два сезона вылезает Милли и показывает, почему она, пускай и не самый раскрытый, но одна из самых лучших персонажей вообще. Если не самая лучшая, она мне прям безумно нравится. Да, в целом, Милли и Мокси вдвоем такая пара гармоничная. Вбадривает Блица, напоминает им об их изначальной встрече, как они в неком техасском баре устраивали драку в стиле мачете. Милли тогда вообще сама на себя не была похожа. Да, такая брутальная прям. То есть, он как наша компашка повлияла на нее, что нельзя не заметить. В принципе, это долгожданное, хоть какое-то раскрытие Милли. Мы этого ждали долго. И боже, как же я рад, когда я не в обзорах, и не вы в комментах, и не другие люди в обзорах, а кто-то из персонажей, а именно Милли, высказала этому долбанутому рогатому индивиду все, что накопилось. Так как его шизанутость на фоне того, как он плачет, или так как он прячет свои плаки за шизанутостью, задолбала всех. И тем более его либо безумный трэш, построенный лишь на пошлости, либо вечные нюни. Как же я за Милли был рад в этот момент. И... Я очень надеюсь, что эта серия будет знаковой, и действительно, ход сериала поменяется, и все вернется в прежнее, так скажем, русло, еще до вот всех вот этих драм, трагедий, и чрезмерного количества пошлостей. Где-то спустя месяц прошлой серии, а может чуть дольше, это забавно, ведь в серии персонажи сами говорят, что Блиц уже как месяц продолжает ныть. Так сказать, как будто бы сериал идет нога в ногу с нашим реальным временем. То есть вот у нас прошел день, у них один день. И в кои-то веки Блиц перестал вести себя как размоздя, и на оставшийся эпизод стал смотреть не просто приятно, а шикарно. Тут вам и драка, и юмор, и шутки, отсылающие к страху персонажей, в очередной раз показывая, что если не Милли, что рвет свою пятую точку во время экшена, то все бы померли. А если бы она померла как множество раз, там от ангельских стрел, там еще где-то, во всех тех экшен-моментах, где она участвовала. А этот рыб... Мне еще больше всего понравилось, как их дружбу показали, их связь друг с другом, и прошлое, и в целом, как Милли к нему относится, к Блицу, при том, что он ведет себя ну прям так надоедающе, и только настоящий друг сможет все это претерпеть, выждать момент, так скажем, и все это время, на протяжении всего этого времени поддерживать своего друга, потому что не настоящий друг, а человек, который пытается казаться другом, он в этот момент просто уйдет куда-то, в своясь, и будет заниматься своими делами. А Милли действительно искренне и пыталась ему помочь все это время. Чего только стоит, мне в отдельности нравится его голос. Жаль, что персонаж фоновый и не раскрыт, там как бы он вроде бы и своего имени ни разу не называет. Но вау, как он еще играется на эмоциях Блица, где и люди, что давили даже на его потерю матери, которая сжигается в зеленом огне. Вот это... Стоп, а то вот чела убили в конце серии или нет? Я уже не помню, я столько много всего смотрю, что, вот честно скажу, у меня порой все смешивается в голове. Это вот неплохо. Ну вот с мамой это такой момент был. Ну вау, как он еще играется на эмоциях Блица в виде иллюзий, что давили даже на его потерю матери, которая сжигается в зеленом огне. Вот это вот неплохо. Впервые же так жестко ее показали, потому что до этого были какие-то небольшие элементы, там на фотке она где-то засвечивалась вроде бы. Мать Блица показали наконец-то в какой-то веке вот на экране. Антагонисты под конец серии жестко побеждают, кинув пылесос в бассейн. Так что отрезая нам его потенциальное возвращение. Спасибо, что напомнила. Я реально забыла. Даже глаза расплавились. Обидно, правда, что один из интереснейших злодеев с самими способностями слился без возврата. Но вдруг каким-то образом он выжил и еще вернется, чтобы отомстить. Радоваться тому, что уже есть. А что же до юмора и прочих приколюх, то серия переполнена отсылками ко всякому жуткому. В конце концов, на Хэллин эпизод и делался. Тут и старый отель с привидениями, и сама серия просвещена привидениями. Там происходят фатальные ситуации. Людей режут. Они попадают в ад и нанимают нашу компанию АМП. Погоня в стиле Скубиду. Вот постояльцев отеля, которая началась с нифига. Кстати, это погоня в стиле Скубиду как пощечина. Ведь последний сериал по Скубиду Велма. Это такое тотальное дно. Загляните на любой из моих обзоров. Благов... Ой, я на самом деле, слава богу, не смотрела. Просто решила не портить себе впечатление, потому что я обожала Скубиду безумно сильно. В конце последней серии Велма попала в ад. Может, потому в Адскомбосе теперь отсылки на это. Может быть, вполне. Какое вышло эта серия. Она не великолепная, не шедевральная, там нет гениального сюжета или замутки эмоциональной с персонажами, аристократами, войной демонов и прочего. Они же даже, кстати, в самом начале на мини-фургончике, на машинке такой заехали. Она просто хорошая. И знаете, я радуюсь, когда сериал возвращается к корням и пытается нам дать что-то кроме шиперской драмы, которой было в последнее время слишком много. Понятное дело, что сериал без этого уже не обойдется. Фанатов Столуса, Блица, Смадеи и прочих очень много. И это правильно, что фанатов радуют контентом для них. Но все-таки изначально Адский босс начался как нечто другое и привлек других фанатов, вот как меня. И на таких фанатов вообще болт иногда забивают. Так что это уже не... На самом деле, мне интересно смотреть и то, и другое, но все должно быть в меру. Главный сюжет, он должен продвигаться и герои должны раскрываться какая-то адская соваха. Ну, серьезно. Я думаю, с какой-то счастьем их слов вы точно согласитесь. Ну, а мы с вами продолжим следить и ждать либо таких же серий, либо назревающую арку конфликта с аристократами. Спойлеры по которой уже начали сливать в интернет. Да, там уже аниматики летают, всякие спойлеры, так что остерегайтесь. Не, подождите, я знаю и смотрела даже видео на эту тему, что там слив с отеля Хасбин с Адского босса тоже слив какой-то был. Уже знаем, что что-то будет с Актави Андреа Альфусом и Столосом. Интересно, к чему это все приведет? Ей, Боже, я заждался чего-то интересного. Два сезона ждал. Ну, ладно, если конкретно, то почти весь второй. А что вы думаете обо всем этом? Обязательно дайте мне знать. Нет, в целом, я думаю, что, да, Вивьен с командой немножко перебарщивали в некоторых моментах, но в то же время они не достигли некой критической точки невозврата, когда все уже очень и очень плохо. Они просто, скорее всего, вовремя остановились, прислушались к аудитории или же, может быть, вдохновились тем, что эпизод выйдет на Хэллоуин, при том, что в Америке, на Западе, это прям такой яркий довольно-таки праздник, которому принято довольно сильно готовиться, при том, что люди и костюмы готовят, и дома наряжают. А тут Вивьен, возможно, поняла то, что надо сделать что-то яркое, при том, что у нее мультсериал связан как раз-таки со всей вот этой тематикой демонов, дьявола, ада и всего такого вот.